Каждую осень и весну лужа на улице Красавинской превращалась в настоящее озеро, миновать которое без резиновых сапог было проблематично. Каждый год этот участок засыпался, но вода возвращалась на прежнее место. Во многом благодаря появлению на Гледенской 75В нового торгового центра проект обустройства участка ливневой канализации по программе «Народный бюджет» успешно прошел конкурс. В начале месяца началась его реализация. Мероприятие необходимое. Все знают, что там эта лужа, она постоянная и вечная. И много раз пытались как-то ее ликвидировать, засыпали чем угодно, но пока мы не уберем оттуда воду, то есть через систему ливневой канализации, вся остальная борьба была безуспешной. Сегодня участок ливневой канализации у нас там отремонтирован, установлен дополнительный колодец, вот, съездите, если посмотрите. И я думаю, что проблема, ну я надеюсь, что эта проблема у нас все, она останется в прошлом. Стоимость проекта по «Народному бюджету» чуть более 100 тысяч рублей. 5% из суммы вложили владельцы торгового центра. Земляные работы проводил «Водоканал». Из-за загруженности организации к реализации этого проекта приступили только в августе. Подрядчик выполнил ремонт имеющихся колодцев и вкопал новый. До этого мы, значит, проводили там ремонт колодца, вот, который находится на середине этой импровизированной площадки. Вот, его восстановили, поставили люк надежный, значит, закрыли, то есть обезопасили. Ну и сейчас сделали это примыкание, которое, значит, позволит, ну, собирать частично эту воду, образующуюся на этой территории. На то, что еще несколько дней назад здесь работала строительная техника, намекает лишь небольшая куча песка и крышка колодца. Работы были завершены 1 августа буквально за несколько часов. Как и в случае отремонтированного тротуара на улице «Красная», следует подождать дождей, чтобы оценить эффективность ливневки. Если же лужа останется, специалисты «Водоканала» проведут дополнительные работы. Степан Корижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Продолжение следует...